Ну давайте откроем уже движение, о чём мы создаём здесь по рубке. Как считаете? Уважаемые гости, движение открыто! Уважаемые гости, движение открыто! Жители микрорайона «Новая жизнь» новую дорогу ждали. Здесь проживают как молодые люди, так и пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья. Для их комфортного передвижения оборудовали безбарьерные спуски на дорогу и переходы без перепадов. Вот эту остановку тоже мы строили, это я строил, «Новую жизнь», и мы эту остановку когда сделали, очень мало места, дорога эта вся загружена, пробки здесь сложные. Сюда уже перешли. Да, а как раз и сделали вот здесь вот эту дорогу, и здесь две остановки сделали, она будет разгружена, и здесь маршрутки пойдут. А здесь уже ничем будет. Будет, и здесь останется, и здесь. Да, плюсом пойдёт. Дорога построена в соответствии с современными стандартами. Здесь уложен качественный асфальт, на остановках оборудованы заездные карманы, установлены фонари и тротуары. Всё, что делается в городе, всё, что делается в регионе, в конечном итоге это всё делается для жителей региона. Поэтому очень приятно участвовать в таких вот событиях, когда что-то строится, что-то создаётся, особенно проекты, объекты, социальные инфраструктуры, новые дороги. Мы будем обязательно продолжать это делать. Важный шаг к повышению транспортной доступности районов нашего города и улучшению логистики. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию несколько крупных инфраструктурных объектов. Например, здесь же, в микрорайоне «Новая жизнь» до конца этого года откроют новую поликлинику. На эти цели выделено 170 миллионов рублей. Сейчас проводятся торги по приобретению в государственную собственность помещений для размещения детского и взрослого поликлинических отделений, а также по закупке оборудования. В следующем году здесь откроется новый детский сад. Кроме того, в ближайшее время планируется создать аптечный пункт. Ой, как хорошо. А так всё хорошо. Душа радуется. Все эти меры направлены на то, чтобы городская среда стала по-настоящему комфортной для жителей нашего города. Павел Петриков, репортер, 73. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!